Hello, hello! Приветствую, друзья! Рада видеть вас в плейлисте Sound Natural. С вами Елена Викторовна. Мы проходим в данном плейлисте популярные английские разговорные выражения, конструкции, которые встречаются в речи современных американцев. Это то, что вам 100% встретится. Может быть, что-то чуть чаще, что-то менее распространено. Но выражение it's up to you, я уверена, что вы слышали и не раз. It's up to you, it's up to him. Итак, это выражение очень простое. В его основе лежит вариант глагола be вместе с предлогом или послелогом, в данном случае up. Решать этому человеку, решать тому, кто указан после to. Решение за ним, за тобой. И сразу начнем с мини-диалога. Do you want to eat a western or Chinese meal? It's up to you. Ты хочешь кушать западную или китайскую еду? Решать тебе. То есть, я решение не принимаю, решение за тобой. Решать тебе, it's up to you. Именно в таком варианте чаще всего вы встретите эту конструкцию. Но после to может стоять абсолютно кто угодно. Итак, видим вопрос. Do you want to eat? Ты хочешь кушать. И дальше что именно? Western это западный или может быть имеется в виду европейская кухня. Chinese это китайский. China, соответственно, Китай. Western meal, то есть то, что мы называем европейская кухня. Chinese meal, то, что мы называем китайская еда. Ну, то есть там суши какие-нибудь, там лапша и прочее. So, do you want to eat a western or Chinese meal? It's up to you. И, кстати, видим, что первый вопрос – это пример вопроса с альтернативой, со словом or. И, как мы знаем, у нас слово or может относиться к абсолютно любой части предложения. То есть, где угодно or может стоять. Ну, как правило, конечно, оно стоит в дополнении. Смотрим следующий пример. It's up to us to help those in need. От нас зависит помочь тем, кто нуждается. То есть, решение за нами – помогать тем, кто нуждается или нет. It's up to us – решать нам или решение за нами. И в чем оно заключается? To help – помогать those in need – тем, кто нуждается. Be in need – это нуждаться в чем-либо. Those имеется в виду those people who are in need. Ну, мы здесь все лишнее выкинули, а осталось those in need. То есть, те, кому это реально нужно. Те, кто нуждаются в чем-то. It's up to us to help those in need. It's not up to you to tell me how to do my job. Не тебе решать, как делать мою работу. Видим пример использования отрицательного варианта данного выражения. It's not up to you. Не тебе решать. Не ты решаешь. Что именно? To tell me how to do my job. Говорить мне, как делать мою работу. Ну, здесь в русском языке to tell, конечно, неудобно переводить. Все это в русском звучит как не тебе решать, как мне делать мою работу. Или не надо мне рассказывать, как делать мою работу. То есть, здесь с переводом, конечно, можно поиграться, потому что дословный перевод конкретно в данном случае не очень хорош. Но, видимо, в основе наше выражение it's up to you, it's not up to you. Не тебе решать. Не ты решаешь. Что именно? To tell me how to do. И говоришь мне, как делать my job, мою работу. То есть, не лезь ни в свое дело, не надо мне рассказывать, как мне делать мою работу. Я сам справлюсь. Видим, что, в принципе, очень простые примеры. Up to you. It's up to you. Очень-очень часто, повторюсь еще раз, можно услышать в фильмах, в сериалах, в разговорной речи. Если кто имеет опыт общения с иностранцами, думаю, вы этот оборот слышали, знаете. Теперь знаем, как он работает. То есть, сначала it's. It's здесь как формальное подлежащее работает. Up to. И кто-то там, кто принимает решение. И переходим к диалогу. Он такой увесистый. Здесь у нас разговор между отцом и матерью. Видимо, по поводу их ребенка и каких-то событий, связанных с ним. Давайте прочитаем этот диалог. Отец говорит, I'm looking forward to our son's graduation this weekend. Yeah, so am I. But what will he do after graduation? He really needs to go to college. Well, dear, we can't force him to go to college. It's up to him. I know that, but he has to learn to be independent. He can't just keep living at home. You're right. I'll talk to him about getting a job. Maybe he can work in my store. That's up to you, dear. You just have to make sure that he does his work and doesn't live around. Итак, ситуация, в принципе, с которой рано или поздно столкнутся все родители. Или их ребенок вырос, он закончил школу. И что дальше? Отец говорит, я с нетерпением жду выпуска нашего сына. Мать отвечает, да, я тоже. Но что он будет делать после выпускного? Ему нужно идти в колледж? Ну, дорогая, нельзя его заставлять идти в колледж. Решение за ним, ему решать. Я знаю, но он должен научиться быть независимым. Он не может все время жить здесь с нами дома. Ты права. Я поговорю с ним по поводу поиска работы. Может быть, он может работать в нашем магазине? Ну, решать тебе, дорогой. Я просто хочу знать, что он делает свою работу и не шляется, где попало, не слоняется без дела. I'm looking forward to. Я с нетерпением жду этого. Дальше мы после to указываем в виде существительного, что, чего мы ждем, какого события. Если у нас глагол, то мы помним, что глагол мы даем в инговой форме, чтобы грамматически он тоже стал существительным. I'm looking forward to graduate. Я с нетерпением жду выпускного. Graduation. Выпуск, выпускное, окончание учебного заведения. Иметься в виду здесь, конечно, школьного, выпускного. I'm looking forward to our son's graduation this weekend. На этой неделе. Мать отвечает. Я, so am I, я тоже. So am I – это способ быстро согласиться с помощью короткого предложения с тем, что было сказано до этого. Мы говорим so, если мы соглашаемся с утверждением. После этого идет вспомогательный глагол, который соответствует времени, которое было выбрано в первом предложении. Видим, что I am. Am сюда же и перекочевала. А потом кто соглашается? Она соглашается. И говорит so am I. То есть я тоже так думаю. I am. So am I. Первая мысль. Она говорит, я тоже так думаю. So am I. But what will he do after graduation? Ну что он будет делать после выпускного? То есть, видимо, у них сын, да? But what will he do? Что он будет делать? After, после, graduation. Тут все просто. He really needs to go to college. Ему очень нужно идти в колледж. Смотрите, go to college не имеется в виду прямо именно колледж, да? Под понятием college понимают высшее учебное заведение. У нас говорят вуз. Вот то, что у нас вуз, у них college. He needs. Ему нужно. He really needs. Ему правда нужно. Что? To go to college. Пойти в колледж. То есть идти учиться дальше, получать высшее образование. Это go to college. Yes, so am I. But what will he do after graduation? He really needs to go to college. Отец говорит. Well, dear, we can't force him to go to college. It's up to him. Ну, дорогая, мы ведь не можем его заставить идти в колледж. Решать ему. Well, dear. Ну, дорогая. Это просто обращение, да? Разные слова для поддержки беседы. Dear, дорогая. Даже с большой буквы, да? We can't force him. Мы не можем заставлять его. Force – это заставить кого-то сделать что-то. We can't force him. Мы не можем заставлять его. Что делать? To go to college. Идти в колледж. It's up to him. Решать ему. Здесь, видите, решение за ним, за сыном. It's up to him. Well, dear, we can't force him to go to college. It's up to him. I know that, but he has to learn to be independent. He can't just keep living at home. Я знаю, но он должен учиться быть независимым. Он не может продолжать жить дома. Итак, I know that. Я это знаю. То есть, опять же, способ согласия с предыдущей мыслью. But he has to learn. Он должен учиться. Has to. Have to – должен, обязан, необходимо. Have to. И дальше после to действие, которое нужно сделать. He has to learn. Он должен научиться. Что делать? To be – быть independent. Независимым. Independent, независимый. То есть, ни от кого или ни от чего не зависит. He can't just keep living at home. Он не может просто продолжать жить дома. Я думаю, что вы знаете, что во многих европейских странах, в частности, в Германии, например, в Голландии, в Америке, принято, что дети заканчивают школу и начинают самостоятельную жизнь. То есть, они либо идут учиться в институт и живут там в общежитии, либо они снимают себе квартиру. Естественно, на пару с друзьями, как правило, 3-4 человека, может быть, даже и больше, все скидываются, снимают квартиру. Далее, если работы нет, можно каким-то образом выбить какое-то пособие, которого, в общем-то, хватит на квартиру и на какую-то еду. То есть, это работает в цивилизованных странах, и можно как-то выкрутиться. Можно работать. В принципе, работы много, даже по минимальной оплате. В общем-то, опять же, можно выкрутиться для молодого человека с низкими требованиями. Это вариант. И так он учится, адаптируется к современным реалиям, живет сам и не сидит на голове у родителей. То есть, это как бы не то, что дурно, когда человек после школы, там, до 20-25 продолжает сидеть на голове у родителей. Но это просто как бы не принято. Это немножечко странно. Хотя, опять же, родители не выгоняют своих детей. Многие, наоборот, даже рады, что дети остаются с ними. Ну, то есть, такие вот дела. Я вот не представляю, если вот у меня дочка, ну, сколько там пройдет, там, 6-7 лет, она закончит школу. И что, я ее выгоню из дома, пусть учатся жизни, да, настоящей. Я вот не представляю, как я такое буду делать. Вот я понимаю, что пока ей 8 лет, мне еще рано об этом думать, но пока я даже этого не представляю. В Америке, как видите, вот нормально. То есть, оба родителя согласны. He can't just keep living at home. Он не может продолжать жить дома. Keep doing something – это продолжать что-то делать. Keep living – продолжать жить. Обратите внимание, что после keep всегда у нас используются действия с ингом. Да, living – keep living. He can't keep living. Он не может продолжать жить at home дома. I know that, but he has to learn to be independent. He can't just keep living at home. You're right. I'll talk to him about getting a job. Maybe he can work at my store. Ты права. Я поговорю с ним по поводу поиска работы. Может быть, он будет работать у меня в магазине. You're right. Ты права. То есть, оба согласны. Еще, кстати, один способ, как согласиться. You're right. Yes, so am I. You're right. I know that. То есть, видите, много-много они соглашаются друг с другом. То есть, видимо, как бы нормальная семья. I'll talk to him. Я поговорю с ним. По поводу чего about. И далее, так как about – это предлог. Следующее идущее действие мы также даем форме герунде в инговой форме. About getting. About getting a job. I'll talk to him about getting a job. Итак, у нас уже несколько раз встречались обороты, после которых всегда используются существительные или герунди. Глагол с окончанием – инг. I'm looking forward to graduation. Или to doing something. Keep living. Здесь всегда используется глагол с инг. I'll talk about getting. Get a job – это искать работу. I'll talk to him в будущее. Я поговорю about getting a job. Maybe he can work at my store. Может быть, он может работать у меня в магазине. Тут вообще непонятно, в чем проблема. Пусть идет, помогает отцу делать его бизнес. В чем проблема? Это первое, что я бы, например, предложила, если бы имела такую возможность. Ну, возможно, наоборот, не хотят, чтобы ребенок сидел на шее, а то ему будут какие-то поблажки. Опять же, у каждого родителя есть свое видение, как это должно быть. He can work. Он мог бы поработать at my store. У меня в магазине. Store, соответственно, небольшой магазин. You're right. I'll talk to him about getting a job. Maybe he can work at my store. И мать отвечает. That's up to you, dear. You just have to make sure that he does his work and doesn't laugh around. Решать тебе, дорогой. Просто нужно убедиться, что он занимается делом и не слоняется. Не бездельничает. Итак, здесь мы заменили it's up to you на that's up to you. Видим, что замена равнозначная. It's, that's вообще никак, абсолютно смысл не влияет. Очень многие меня спрашивают, а в чем разница между it's и that's? Я отвечаю обычно, разницы нет. Говорим, как хотим. That's up to you. It's up to you. Разницы никакой. You just have to make sure. Ты должен просто убедиться. Make sure. Убедиться удостовериться. You just have to make sure that. И в чем нужно удостовериться. He does his job. He does his work. Он делает работу. Он занимается делом. Выполняет свою работу. Does his work. And doesn't laugh around. Lough around. Запомним устойчивое выражение. Бездельничает или слоняется без дела. He doesn't laugh around. Соответственно, он не бездельничает. That's up to you, dear. You just have to make sure that he does his work and doesn't laugh around. Ну, видим, что диалог подошел к концу. Диалог довольно-таки объемный, да? Давайте еще разочек его прочитаем по репликам. I'm looking forward to our son's graduation this weekend. Yes, so am I. But what will he do after graduation? He really needs to go to college. Well, dear, we can't force him to go to college. It's up to him. I know that. But he has to learn to be independent. He can't just keep living at home. You're right. I'll talk to him about getting a job. Maybe he can work at my store. That's up to you, dear. You just have to make sure that he does his work and doesn't laugh around. Так, давайте повторим новые слова и прочитаем диалог по ролям. Итак, western meal – европейская еда. Chinese meal – китайская еда. Those in need – те, кто находятся в нужде, те, кто нуждаются. Graduation – выпускной, окончание учебного заведения. Force – заставлять. Кстати, слово force также встречается в значении сила. То есть заставлять с применением силы. Independent – независимый. Keep doing – продолжать делать. Love around – бездельничать или слоняться без дела. Так, и читаем наш диалог по ролям. Давайте я буду father, а вы будете mother. Let's do it. I'm looking forward to our son's graduation this weekend. Well, dear, we can't force him to go to college. It's up to him. You're right. I'll talk to him about getting a job. Maybe he can work at my store. Okay, и меняемся с вами ролями. Теперь я буду переживающей матерью. У него, как видим, реплик поболее. И вы будете отцом. So start. Yes, so am I. But what will he do after graduation? He really needs to go to college. I know that, but he has to learn to be independent. He can't just keep living at home. That's up to you, dear. You just have to make sure that he does his work and doesn't laugh around. Okay, друзья мои. Теперь осталось самое-самое последнее задание для вас. Прослушайте еще раз все материалы, которые для вас прочитают дикторы на слайде 1 и на слайде 2. А я с вами буду прощаться. Занятие провела Елена Викторовна. Канал OK English. Следите за новинками. И, пожалуйста, я вас прошу проходить эти диалоги в своем темпе. Мне иногда пишут, Елена Викторовна, я за вами не успеваю. Вы очень часто выпускаете уроки. Друзья мои, я просто выпускаю уроки в своем темпе, но все уроки останутся у меня на канале в данном плейлисте. Работайте с ними в своем темпе. Тратите столько времени, сколько можете потратить. Даже если у вас уйдет в 2-3 раза больше времени на проработку материалов, чем, скажем, уйдет у меня на запись. Ну, так тому и быть, друзья мои. Ничего страшного, у всех разный темп работы, разные жизненные обстоятельства. Самое главное – keep studying. Продолжайте заниматься, не бросайте данный плейлист. Работайте регулярно, насколько это возможно. И выполняйте ваши домашние задания. На этом мы с вами попрощаемся. Желаю вам успехов и всего самого лучшего в работе над своим английским языком. See you later in our new lessons. Bye-bye. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Yes, so am I. But what will he do after graduation? He really needs to go to college. Well, dear, we can't force him to go to college. It's up to him. I know that. But he has to learn to be independent. He can't just keep living at home. You're right. I'll talk to him about getting a job. Maybe he can work at my store. That's up to you, dear. That's up to you, dear. You just have to make sure that he does his work and doesn't loaf around. I think he's done it. There you go. I think he'll get a job. But I know that he'll get your job. You should have seen that. He'll get a job. But if you know that's why I'm going to be in here today. You should have to learn a job. Продолжение следует...